Для меня вообще было очень интересно наблюдать за этот временный период, что случилось в Самаре. Если так подумать, что за пять лет лаборатории Колсанова по IT-медицине настолько огромная структура выросла, то это поразительно, это очень быстро, даже в мировом плане это очень быстро. Больше 100 работников, которые в этой лаборатории работают, и действительно большой спектр различных технологий от навигационной до виртуальной реальности, это очень, в общем-то, интересно. Такие решения создаются во время, так сказать, разговоров и каких-то общений. И как-то мы, я, в общем-то, занимаюсь этой тематикой уже 20 лет, и поэтому я мог только это предложить, что я в общем-то знаю. И для самарцев это было интересно, они сказали, о, это для нас интересно, сделаем. Ну и так и пошло. Это такая технология, где через модификацию человеческих клапанов создается структура, которая полностью может интегрировать в больном. И для детей, допустим, как это очень важно, найти такую возможность, где такой клапан может с ребенком расти и не вести к повторным операциям. И действительно мы начали этим работать где-то в начале, после 2000 года, где-то 2002-2003 году. И, в принципе, разработали технологию, которая сейчас уже более 10 лет в практике находится. То есть в Германии уже после всех регуляторных процессов имплантируются эти клапаны больным. И есть сейчас две большие европейские исследования, где действительно эти клапаны тестируются. Ну и с большим успехом. Подготовка этих клапанов связана с какими-то ресурсами, инфраструктурой приготовления. То есть специальные лаборатории, где эти ткани, так сказать, приготавливаются. Даже в Германии стоит такой клапан 18 тысяч евро. То есть можно, конечно, здесь тоже купить из Германии такую ткань. Но это, конечно, очень дорого. И поэтому, в общем-то, до сих пор и не внедрилось. Но и даже в Европе, то есть разрешено только специальным центром эти клапаны вшивать больше денег, больше инвестиций в инфраструктуру научных лабораторий. И для, опять же, чтобы найти дорогу, если в биотехнологии, к каким-то структурам, которые действительно могут сделать продукцию. То есть компании, которые действительно занимаются продукцией. Если есть такие биотехнологические фирмы или компании здесь где-то под рукой, то можно, конечно, с ними кооперировать. Если их нет, то их можно создать. Конечно, направление дальнейшей кооперации в дигитальной медицине, IT-медицина, навигационная система. Хотим попробовать, так сказать, в следующее время в Германии, может быть, в клиническом плане использовать. И, опять же, в биотехнологии свои идеи мы обменяли. Конечно, это все надо сесть и обдумать хорошо. И, в общем-то, из таких посещений вырастают новые вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!